Международное потепление. В Белом доме заявили о желании Дональда Трампа сотрудничать с Россией. Протесты против миграционной политики американского президента достигли небывалых высот. Статуя свободы приветствует беженцев. К 2030 году средняя продолжительность жизни впервые в истории превысит 90 лет. В Белом доме заявили о желании Дональда Трампа сотрудничать с Россией. Президент США попытается заключить с Москвой сделку по борьбе с терроризмом и в сфере экономики. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. К слову, Спайсер намекнул на положительный итог, указав на то, что Трамп является успешным бизнесменом и переговорщиком. Кроме того, в ходе президентской избирательной кампании Дональд Трамп заявлял о готовности в случае своей победы улучшить отношения Москвы и Вашингтона. Днем ранее американский лидер выразил соболезнования России по причине кончины постпреда Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина. Американский лидер признался, что был огорчен внезапным уходом выдающегося российского дипломата. В официальном заявлении Белого дома был указан высочайший уровень профессионализма российского постпреда, который работал с американскими партнерами свыше 10 лет. В тексте говорится, что несмотря на разногласия из Штатов и России по многим вопросам, Виталий Чуркин играл одну из основополагающих ролей в деле выстраивания отношений этих двух стран и на международной арене. Протесты против миграционной политики американского президента Дональда Трампа достигли небывалых высот. Баннер в поддержку беженцев со словами «Добро пожаловать» появился на главном символе страны – статуе свободы. Об этом накануне сообщили представители Национальной службы парков США. Плакат провисел на монументе не более часа. Ответственность за произошедшее взял на себя американец, который в соцсетях управляет аккаунтом Alt-Stature of Liberty. По его словам, это не официальная группа, а просто обычные граждане, которые почувствовали необходимость сказать что-нибудь о стране, в которую верят. Мы хотим напомнить, что Америка является маяком свободы в мире. Страна была построена иммигрантами. «Ограждение стран или религий против наших ценностей», – цитирует РИА Новости сообщение администратора аккаунта. Инцидент произошел в тот же день, когда Министерство внутренней безопасности США анонсировало расширение мер в области иммиграции. К 2030 году средняя продолжительность жизни впервые в истории превысит 90 лет. Правда, пока только у женщин и только в Южной Корее. Таковы результаты исследований Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа в Лондоне. Другие развитые страны Европы и Азии ненамного отстают. Там женщины будут жить в среднем 84-88 лет. При этом США, по словам ученых, выглядят хуже практически всех развитых стран. Там высокосмертность от насилия и недостаточный уровень здравоохранения. Российским специалистам удалось вырастить сетчатку глаза из перепрограммированных клеток кожи. Для такого заболевания, как макулодистрофия, ученые предложили радикальное лечение. Замену погибших клеток сетчатки новыми, вырученными из кожи пациента. Для этого специалисты фактически стерли программу клетки и написали заново. Так перевели клетку кожи в стволовую, а уже из нее сделали клетку сетчатки глаза человека. Мы, используя генетические подходы, меняем вот эту программу генетическую так, чтобы она работала так же, как и в клетке эмбриона. Это несложно сделать, но делать это с помощью генов. В России технология уже прошла успешные доклинические испытания на животных, которые доказали ее безопасность. И можно надеяться, что в скором времени новый метод лечения будет предложен людям. Причем только офтальмологией дело не ограничивается. Клеточные технологии могут с успехом применяться при лечении болезни Альцгеймера, Паркинсона, сахарного диабета и других патологий, когда достаточно будет лишь заменить клетки, вышедшие из строя. В России учредят премию имени Елизаветы Глинки, Совет при Президенте России по правам человека, Российский Красный Крест и Фонд «Справедливая помощь» учредят специальную премию имени доктора Лизы, погибшей при крушении Ту-154 под Сочи в конце декабря прошлого года. По словам представителя Совета Михаила Федотова, наградой будут отмечать тех, кто продолжает миссию Глинки и возьмет на себя этот груз в разных регионах страны. Предполагается, что премия будет вручаться ежегодно 20 февраля в день рождения Елизаветы Петровны. Рабочее название этой общественной награды «Премия за добрые дела и порядочность», пояснили организаторы. Далее в выпуске у нас новости христианского мира и я предоставляю слово своей коллеге Жанне Мамиловой. Спасибо, Инесса, а у нас следующие новости. Группа швейцарских гвардейцев побывала с 13 по 19 февраля в Святой Земле. За 500 лет существования папской гвардии ее бойцы впервые совершили такое паломничество, сообщает Благовость.Инфо. Наша вера не абстрактная теория, это встреча с Иисусом Христом, говорит капеллан гвардии священник Томас Видмер. Идея поехать в Святую Землю, чтобы укрепить веру, появилась еще некоторое время назад, и вот сейчас она осуществилась. Ранее в течение службы в охране папы никто из гвардейцев не имел возможности посетить Иерусалим. Паломников и гвардейцев разделили на три группы. Они будут посещать Святую Землю по очереди. Кроме святых мест, необычные пилигримы побывали в детской больнице Вифлеема, а также смогли пообщаться с местными жителями. Пятидесятилетний христианин из Индии умер в прошлом месяце после того, как он и его жена были вынуждены терпеть пытки, стоя по шее в ледяном пруду из-за отказа отречься от своей веры в Господа Иисуса Христа, передает благовость.Инфо. Жители села Кубуа были расстроены тем, что их одноплеменник Барту Ураун и его семья отвергли местную племенную религию и приняли христианство более десяти лет назад. В ответ на нежелание семьи отречься от Христа, жители погрузили Урауна и его жену в холодный пруд на 17 часов. Сын Урауна Бенесуар сообщил в новостях о том, что пару заставили передвигаться в ледяной воде с 5 часов вечера до 10 часов утра следующего дня. После того, как Ураун пострадал от двух паралитических атак, вызванных повреждением нерва, он умер 20 января. Бенесуар объяснил, что он и его семья были не единственными людьми в деревне, которые приняли христианство более десяти лет назад. Еще девять других семей также решили посвятить свою жизнь вере во Христа. Однако после постоянных требований, чтобы семьи вернулись к местной религии, семь семей поддались угрозам и отреклись от Христа. Как сообщает Благовестинфо, в мексиканском штате Уахака из-под воды появился старинный храм. Этот храм построили доминиканские монахи в 17 веке, чтобы распространять христианство среди местного населения. В 1962 году церковь и прилегающую к ней территорию затопили во время строительства плотины имени Бенита Хуареса. Тогдашние власти стремились увеличить сельскохозяйственный потенциал региона. Было отмечено, что сооружение, несмотря на то, что оно десятилетиями находилось под водой, практически не повреждено. Патриарх Московский вся Руси Кирилл поблагодарил всех пришедших на воскресное богослужение в Исаакиевский собор и тех, кто принял участие в последовавшем за ним крестном ходе, передает РИА Новости. Торжественное богослужение с последовавшим за тем крестным ходом собрало по разным оценкам от 8 до 12 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что многими услышан призыв патриарха Кирилла о необходимости преодоления разделения в связи с темой передачи Исаакиевского собора, сказал пресс-секретарь предстоятеля Русской Православной Церкви священник Александр Волков. По его словам, многотысячный крестный ход, собравший не только петербуржцев, но и гостей из других стран, засвидетельствовал, что для очень многих людей важна дальнейшая судьба собора, который в первую очередь должен стать местом молитвы, как и любой другой храм. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»